Дорогие братья и сестры, очень скоро мы вступаем в благодатное время Рождественского Поста. Это особенная часть церковного года, когда мы стараемся подготовить себя духовно ко встрече с родившимся в Ефлееме Спасителем. Установление Рождественского Поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Уже с IV века н.э. упоминают о нем духовные писатели в своих творениях. В чем главный смысл Рождественского Поста? Пост — это не просто ограничение себя в пище. Прежде всего, это время отрешения от мирских дел ради общения с Богом, время усиленного внимания к своей духовной жизни. Он предназначен для нашей духовно-нравственной подготовки к празднованию светлого Христова Рождества. Готовя себя к этому великому празднику, мы очищаем тело и душу от того земного, что может помешать нам приблизиться к Небесному. Если в течение Рождественского Поста мы освободимся от прошлых обид, простим врагов, как и нас прощает Господь, очистим разум от дурных мыслей, то мы приблизимся к тому состоянию, в котором нас хотел бы видеть Бог. Важно отметить и то, что предстоящий пост — это не просто путь, это восхождение к Вифлеемскому вертепу. Поэтому в грядущие дни, подотоки к Рождеству Христову, принято вспоминать о ветхозаветных временах, когда человечество постепенно готовилось к пришествию Мир Спасителя. Великий праздник Моисей на Синайской горе получил от Бога заповеди, десять из которых и до наших дней остаются актуальнейшим руководством к жизни и поступкам каждого человека. Пост — это непростой труд христианина, и совершать его нужно в мирном состоянии Духа. Вот почему важно уделить внимание не только воздержанию в пище, но и доброму отношению к ближним. Верующие люди стараются примириться с теми, с кем, возможно, имели до этого какое-то недопонимание, обиды. Несмотря на то, что традиция испрашивать прощения у близких существует перед началом Великого Поста, и Рождественские, и все другие посты также предполагают мирное состояние Духа постящегося и доброе взаимоотношение с окружающими Его людьми. Попросить прощения у наших ближних очень важно, ведь, как говорит Сам Господь Иисус Христос, если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то Отец ваш и простит вам согрешение ваших. Нам может показаться, что предстоящий постный период — грустное время, когда верующие люди сосредоточены исключительно на скорби о своих грехах. Но это ведь не так. Духовно опытные люди говорят, что Рождественский пост — это время радости, время, когда мы призваны ожить, когда мы отряхиваем в себя все то суетное и греховное, что успело в нас накопиться. Ведь настоящее покаяние, которому мы призваны, это наша собственная перемена к лучшему. Сама возвышенная атмосфера Рождественского поста побуждает нас отбросить свои страсти, грехи и недостатки, которые мучают не только нас самих, но и нередко тех, кто находится рядом с нами. И когда мы делаем эти, пусть и непростые, но очень важные шаги, мы обретаем способность по-настоящему жить. Ведь именно к этой глубокой и всесторонне наполненной жизни мы призваны Богом. Для того, чтобы по-настоящему научиться этой радости, нам и необходим пост. Христианская жизнь — это не просто преодоление скорбей, но и не только возвышенное настроение. Она благодатна, но немыслима без подвига, без того усилия, которое предпринимает верующий, чтобы избавиться от грехов, мешающих ему следовать воле Божией. И на этом пути не нужно забывать, что пост — это одно из самых действенных орудий в духовной борьбе. Очень часто, говоря о посте, многие сосредотачиваются преимущественно на воздержании в пище и задают вопрос о том, что можно или нельзя вкушать во время поста. С одной стороны, это действительно важно, ведь воздержание в пище, питье и житейских увеселениях — это основа любого поста, не только рождественского. Но порой великое искушение ограничивается только лишь пищевой диетой. На самом же деле, настоящий пост предполагает не только это, но включает в себя и нашу усиленную молитву, и более сосредоточенное размышление о духовной жизни. И что очень важно — совершение добрых дел. Пост телесный без поста духовно не приносит плодов духовной жизни и не помогает в деле спасения души. Даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства, размышляя о своих постных трудах. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, с коренением злых дел, прощением обид. Пост — не цель, а средство, средство смирения своих плоти и духа, очищения от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. И мы видим, что воздержание — это нечто гораздо большее, чем просто отказ от определенных видов пищи. Через воздержание в пище и развлечениях мы можем научиться сдерживать свои страсти. Оно помогает нам глубже узнать себя. Бывает, что человек начинает тяготиться постом, становясь раздражительным, агрессивным, нездержанным. Все дело в том, что пост выявляет в человеке спящие грехи и страсти, несовершенства. И это прекрасная возможность начать с ними бороться. Нормальное, естественное для души человека состояние после рождественского поста, духовная радость и торжественная приподнятость настроения от осознания того, что с Божьей помощью удалось побороть свои грехи и духовно приблизиться ко Христу. В Священном Писании есть очень важная мысль о том, что человека может оскорнять не та пища, которые он вкушает, а те слова, которые он говорит, или дела, которые делает. Пища же не приближает человека к Богу и не удаляет от Него. Но почему тогда мы воздерживаемся от многих продуктов во время поста? Потому что человек — это единое целое, и дух, и тело. И от того, как живет тело человека, напрямую зависит состояние его души. Очень многие грехи проявляются из-за того, что соблазн, который затаился в душе, был усилен немощью тела. Великий Святой преподобный Серафим Саровский говорил, что пост — это не главное в жизни христианина, и молитва не главное, и даже милостыня. А главное — это стяжание Духа Святаго. Пост, молитва и милостыня — это средства. Но это очень важное средство, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать. И пусть в силу состояния здоровья или каких-либо других причин не каждый верующий может поститься в еде строго, но каждый может и должен в продолжении грядущего рождественского поста упражнять себя в добродетели, в любви к Богу, в строгости к себе, но и в милосердии к своему ближнему. Дорогие братья и сестры, пусть предстоящий период рождественского поста будет для каждого из нас временем настоящей, собранной христианской радости, духовных побед над своими страстями и трепетного ожидания родившегося в Ефельемском вертепе Спасителя. Дай Бог нам пройти этот важный духовный путь, стать еще немного чище, добрее и ближе к Богу. В добрый путь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова